Мы продолжаем изучать недельный раздел Туры Байра. На предыдущих уроках рассмотрели только самое начало этого раздела, то, что касается шестой главы. Минутная слабость приводит Моше к тому, что он начинает вопрошать, задавать вопросы, почему, как вышло так, что из его миссии не только ничего хорошего не вышло, а наоборот, положение еврейского народа только ухудшилось, на что Всевышний ответил ему, то, что ответил и дал ему обещание, четыре выражения, выражающие освобождение, обещание об освобождении из Египта. Всё это мы рассматривали на предыдущих уроках. А вот сейчас двинемся чуть-чуть вперёд. Пока что это всё ещё 6 глава, 10 стих. «И сказал Бог Моше, говоря, пойди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израиля из своей страны. И говорил Моше перед Богом и сказал, «Ведь сыны Израиля не послушали меня». Так как же послушает меня фараон? Ведь я косноязычен. «И говорил Бог с Моше и Аароном и повелел им относительно сынов Израиля и относительно фараона, царя Египта, чтобы вывести сынов Израиля из Египта». То есть задача осталась той же самой. Несмотря на неудачу первых шагов и первые попытки освобождения евреев, Моше должен продолжать свою задачу отправиться к фараону и потребовать от него, чтобы тот отпустил евреев. И поэтому возобновляется, мы видим, в очередной раз. Хотя, в принципе, казалось бы, этот спор уже закончен. Ведь о том, что Моше косноязычен мы уже слушали, мы уже читали. Это возражение Моше выдвинул ещё находясь в Финайской пустыне. А сейчас оно снова возвращается. «Говорил Моше перед Богом и сказал, ведь сыны Израиля не послушали меня. Как же послушает меня фараон? Здесь добавляется ещё новая вещь. А ведь я же косноязычен». То есть, в принципе, его утверждение основано на простом логическом заключении. Если уже сыны Израиля, которым я на самом деле говорю только те вещи, которые, казалось бы, человек должен воспринять, что Бог их вспомнил, что должен прийти конец их страданиям, что они будут освобождены, и всё-таки они его не слушают, то как же послушает меня фараон, а уж тем более, что я косноязычен. Итак, здесь объясняет это Раши, то, что сказано выше, и говорил Бог с Муше и Аароном. Здесь не просто с Муше. Если начинается это, и сказал в 10 стихе, и сказал Бог Муше, говорю, пойди к фараону. На что возражение? А фараон, какой смысл мне идти к фараону? Он же меня не послушает. Ответ Всевышнего на это в 13 стихе. И говорил Бог с Муше и Аароном. Если сначала с Муше, то теперь с Муше и Аароном. Пишет Раши, поскольку Муше сказал якостноязычен, Всевышний присоединил к нему Аарона, чтобы тот был ему устами и посредниками, т.е. чтобы он говорил с фараоном вместо него. И дальше сказано, и повелел им относительно сынов Израиля и относительно фараона царя Египта, чтобы вывести сынов Израиля из Египта. Вот этот вот посылок, окончание этого языка, оно совершенно непонятно. Правда, в русском переводе это не совсем ясно, что так непонятно, но в оригинале, так как сказано в оригинале, «Вейцавем эль бне Исраиль», т.е. дал им цивуй, дайл им повеление, Муше и Аароном дал повеление, «эль», предлог «эль» означает повеление кому-то. Бывает повеление кому-то, бывает повеление о чём-то. Можно кому-то повелеть, чтобы он пришёл туда-то, сказал то-то, сделал то-то, чтобы он сказал что-то. Повелевает о чём-то, но не повелевает к кому-то. Что значит повеление к? Т.е. если буквально переводить нелитературно, дал им Бог Муше и Аарону, дал им повеление к фараону и дал им повеление к сынам Израиля, и после всего этого, чтобы вывести сынов Израиля из Египта. Как здесь всё это объяснить? Слова не очень подходят друг к другу. Литературно мы это перевели и повелел им относительно сынов Израиля и относительно фараона. Но это уже с большим усилием округляя то, что написано в действительности. Мы знаем, что подобного рода стихия обычно раши чаще всего приводят два возможных объяснения. Одно – пшат, другое – драш. Пшат всегда округляет все шероховатости в тексте, и комментарий по принципу имеется в виду, хотя написано так, но нельзя это понимать буквально, а имеется в виду следующее следующее. Драш требует понимать буквально, как написано, в лоб. Итак, пишет Раши, что касается вот этого повеления к фараону или относительно фараона, дал им повеление относительно его. То есть, понимать не буквально, как написано, что это повеление к фараону, а это повеление относительно фараона. Что это означает? Чтобы вы знали, как себя вести с фараоном. Вот что имеется в виду, это не повеление к фараону, повеление вам о фараоне относительно его, как себя вести, т.е. чтобы оказывали ему почтение в разговоре с ним. Несмотря на то, что фараон как человек покажет себя совсем не лучшей стороны, он покажет и свой отвратительный характер, и свою спесь, и своё упрямство, и неспособность держать слово, и достаточно много недостатков, которые внушают, безусловно, человеку отвращение. И вполне естественно, что к подобному человеку отношения будут соответствовать, т.е. может появиться пренебрежение здесь этим человеком, пренебрежение к нему, вот чтобы этого не было. Почему? Потому что он царь. Как человек, он может быть дрянь, действительно, но поскольку он царь, есть жёсткое правило, что с царями следует, это действительно закон, который требует от любого человека проявлять уважение к царю. Не потому что царь – это большая личность, как личность он может быть действительно ноль без палочки, да, но его ссан, его место, его положение социальное, оно и обязывает уважительные отношения, поэтому, пожалуйста, к фараону говорите уважительно. Ну а что же, как же Раши в этом ключе? Это пшат. Как же Раши объяснит ещё одно то, что повелел к сынам Израиля? Т.е. должны мы сказать, что это будет то же самое, что он повелел относительно сынов Израиля. Пишет Раши, прямой смысл, т.е. пшат дал им повеление, что касается Израиля, что касается поручения к фараону. А в чём состояло повеление? Разъясняется ниже, после описания родослов. То есть, в Раши здесь сказано не так, как я сказал раньше, в Раши это изменение, а именно, первое объяснение, которое я дал, что здесь даётся утверждение повеления к фараону и к евреям, имеется в виду относительно фараона и относительно евреев. А в чём тогда это повеление относительно евреев, пишет Раши, дал им повеление относительно их, чтобы обращались с ними со спокойствием и терпением. Т.е. евреи – это трудный народ, сложный народ, с ними достаточно тяжело, а уж тем более тем, кто должен ими руководить. Нужно массу-массу терпения, чтобы терпеть их тяжёлый, трудный, упрямый, прежде всего, характер. Это самая большая сложность в общении с людьми, это если у человека упрямый характер, нет ничего труднее, чем иметь дело с упрямым человеком. Но евреи Торофси везде и ксюду не называют Амкшей Ореф – упрямый, жестоковыйный народ. Поэтому для того, чтобы руководить этим народом, Мушей Орону нужно просто колоссальное-колоссальное терпение. И об этом они получают здесь повеление. Вот всё это вместе, всё это вместе, Митраши, что это Митраши. Т.е. это как раз здесь Драш. А Пшат, Апшат здесь не такой. А какой же здесь Пшат? Апшат здесь он вот какой. Значит, если не будем понимать буквально. Если Драш понимает, что само повеление находится здесь, прямо в этом тексте, повеление к фараону. В чём повеление к фараону? Чтобы относиться к ним уважительно. Повеление к народу Израиля. В чём это повеление? В том, чтобы относиться к ним с терпением. То, что касается Пшата, то Пшат говорит так, что само-то повеление, оно сказано не здесь. Слова Митраши. А прямой же смысл Пшат таков. Он дал им повеление, что касается Израиля, что касается поручения фараону. А в чём это повеление? А то, в чём стояло повеление, разъясняется ниже. После описания родословной. То есть, почитайте то, что написано дальше. Там будет всё это повеление. Как сказано там дальше. После того, как Тора причисляет родословную Муше и Аарона, после этого она говорит так. И было. В день, когда Бог говорил с Муше в земле Египта, Бог сказал Муше так. Я, Господь, скажи фараону, царю Египта, всё, что я говорю тебе. Вот оно повеление. Отправляйся к фараону и скажи ему всё, что я тебе говорю. Вот о чём здесь речь. Поэтому поначалу Тора только написала, что Всевышний дал повеление. Повеление относительно фараона, то есть, сказать ему что-то. А что сказать? А это написано дальше. Вопрос. А почему тогда не написано здесь сразу? Говорит. Об этом могло быть сказано и здесь. Но поскольку были упомянуты Муше и Аарона, как начинается и говорил Бог с Муше и Аарона, то сделано отступление. Для чего? Для того, чтобы дать их родословным. Начиная со слов «вот глава их очередомов, чтобы указать нам родословную Муше и Аарона». И как только заканчивается родословная Муше и Аарона, тут же Тора переходит уже к самому повелению. В чём это было повеление относительно фарона? То есть, это фарона было отправиться к нему и пересказать ему всё, что Всевышний здесь сказал. Это Пшат. Понятно, что Пшат сам по себе достаточно трудный, потому что вопрос, который мы задали, он остаётся. Ну, не принято так обычно давать такое повествование. То есть, сначала сказать «и сказал Муше и Аарону, а кстати, Муше и Аарон, кто они такие, какова их родословная?» И на полглавы здесь идёт 12-13 предложений родословные, а уж потом заканчивается родословная. Да, так о чём мы говорили, что им было сказано, что им было дано повеление? Совершенно верно, это было повеление такое-то и такое-то. Это непринятая форма повествования. Поэтому из-за такой непринятой формы повествования и переходит Раши, даёт дополнительный комментарий Драш. И этот Драш говорит о том, что повеление сказано уже прямо здесь, перед родословной, и состоит оно в том, чтобы не столько что говорить фараонам и не столько что говорить евреям, а как говорить с фараоном и как говорить с евреям, с фараоном максимум уважения, уважая его царский сан, с евреями максимум терпения, потому что иначе не получится. Едем дальше. Вот теперь Тора переходит и к самой родословной. Вот главы их отчих дабов. Сыновья Реувена, первенцы Израиля, Ханох, Ифалу, Хицрон и Карми, это семейство Реувена. А семейство Шимона, Емуэль, Ямин, Уад, Яхин, Цохар и Шауль, сын Кенеоненки, это семейство Шимона. А вот имена сыновы Леви по порядку их рождения. Гиржон, Киат, умирали. Годы жизни Леви, 137 лет. Сыновья Гиржона, левнейшими, по их семейству. Сыновья Киата, Амрам и Цар, Хеврон и Узель. Вся-вся-вся цепочка. Годы жизни Киата, 133 года. Сыновья Мирари, Махли и Муши. Это семейство Левитов по их происхождению. И взял Амрам в жены свою тетку Йохевет. И она родила ему Арон и Муше. А годы жизни Амрама, 137 лет. Сыновья Ицара, Корах, Нефек, Зехри, сыновья Узеля, Мишаэль, Эльцафан, Иситри. И взял Арон себе в жены Элишеву, дочь Аминадава, сестру Нахшона. И она родила ему Надава, Иавиу, Элязара и Тамара. Сыновья Кораха, Асир, Ильката и Авиасав, это семейство Корахитов. А Элязар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Путиеля. И она родила ему Пенхаса. Это глава очередь домов Левитов по их семействам. Это Иарон и Машут, которым Бог сказал вывезти сынов Израиля из Египта по их вольству. Это они говорили с фараоном, царем Египта, чтобы вывезти сынов Израиля из Египта, а не Муше и Арон. Ну, Раши нам уже объяснил, что здесь дается, поскольку упомянутый Муше и Арон, дается их родословное. Стоп. Если бы была их родословная, то бы было хорошо. Но родословное начинается. Вот глава и ходчик домов сыновья Реувена, первенца Израиля. Канох и Фалуха, Целон и Корон. Одно из двух. Либо здесь дается родословное всего еврейского народа, всех 12 колен Израиля. Либо Муше и Арона. То есть, тогда нужно только перечислить их родословную от их родоначальника, от Леви. У Леви было три сына. И начать так, что вот родословные сыновей Леви. У него было три сына. Кершон, Киат и Мирари. И дальше. Здесь как-то странно. Вместо того, чтобы дать ни то, ни другое. Здесь нет полной родословной всех 12 колен. Потому что начинается с Реувена. И прерывается на Леви. Реувен, Шимон и Леви. Три старших сына Якова. Три старших колена. Начинается с Реувена, а прерывается на Леви. Заканчивается. Как это понять? Это вопрос номер раз. Вопрос номер два. По поводу некоторых людей здесь упомянуты определенные моменты их биографии. А по поводу других людей нет. Так, например, упомянуты годы жизни. Кого? Годы жизни Киата упомянуты. 133 года. А после этого годы жизни Амрама. А всех остальных? А всех остальных нет. Опять же вопрос. Почему эти упомянуты? Почему эти не упомянуты? Как все это понимать? Мы обратимся к Раши. Раши комментируют так. Поскольку надо изложить родословную колено Леви, вплоть до Муше и Аарона. В этом была главная задача этого самого текста. Начинают действовать с этого момента главные действующие лица во всем повествовании Муше и Аарон. Поэтому, хотя мы, в общем, имеем общее представление, откуда, кто они, откуда они произошли. Вместе с тем, Тора здесь наводит порядок и дает их родословно. Но, поскольку они не сыновья старшего из колен Израиля, поэтому ради Муше и Аарона начинается Рувена, поскольку он был первым первенцем по порядку рождения. Если уж начинать, то по порядку Рувен, Шимон, Леви, а дальше не нужно, потому что идея была только в том, чтобы дать родословную Муше и Аарона. Поэтому на Леви все прерывается. Второй вопрос мы задали хорошо. А почему по поводу некоторых людей, упомянутых в этой родословной дан, указан их возраст, сколько лет они прожили, а по поводу других ничего не сказали? В общем и целом мы знаем, что каждый раз, когда Тора дает возраст людей, это для того, чтобы мы имели возможность составить хронологию, чтобы знали мы, где мы находимся на оси времени. И так пишет Рубюда, о Леви в Кузари, по поводу первых глав книги Берешит, то же самое пишет здесь Рашель. Оба, то, что здесь дан возраст, сначала Киата, потом Амрама, это для того, чтобы мы имели здесь определенные хронологические рамки. А лет жизни Киата, то, что было там написано, а годы жизни Киата 133 года, а годы жизни Амрама 137 лет. Подсчитав это, мы убедимся, что слова Писания о месте проживания Израиля 400 лет, это по поводу, что касается, может быть, возьмем чуть раньше. Есть же на самом деле еще и, сказал только двух, а если посмотреть более внимательно, есть еще третий. А вот имена сыновей Леви порядка их рождения, Гершон Киат и Мири, годы жизни Леви и 137 лет. Итак, три упомянутые здесь, Леви, Киат и Амрам. О них указан возраст. Почему это важно? По поводу Леви Рашель говорит так. Почему указаны годы жизни Леви, чтобы сообщить, сколько длилось рабство в Египте? Ведь на самом деле, если мы прочитаем внимательно конец книги Берешит, там сказано «И умер Иосеф, и все его братья, и восстал, и так далее». То есть, после, это не конец книги Берешит, это начало книги Шмот, то есть, только после того, как умер последний из братьев, и умер Иосеф, и все его братья, и восстал новый царь над Египтом, значит, рабство началось только тогда, только после того, как умерли последние из сыновей Якова. А кто был последним, пишет Рашель, ведь пока был жив хотя бы один из сыновей Якова, родоначальников Калера, не было про обращение, как сказано, и умер Иосеф, и все его братья, только после этого и восстал новый царь, а Леви жил дольше всех. Стало быть, зная его возраст, 137 лет, мы можем посчитать, что из 210 лет, которые провели евреи в Египте, не все годы были катами рабства, а только их часть. Ну, а остальные, жизни Киата и жизни Амрама, почему указаны их года? По поводу Киата сказано, годы жизни Киата – 133 года, а затем в следующем поколении сын Киата – Амрам, годы жизни Амрама – 137 лет. Рашель пишет, что их возраст указан для того, чтобы быть знали, подсчитав это, мы убедимся, что слова Писания о месте проживания сынов Израиля 400 лет сказаны не только о Египте, этот срок отчитан не от переселения в Египет, а с того дня, как родился Ицхак. Напомню, еще Аврааму в Бритбен-Абитарин в союзе между половинками насеченных животных было сказано, ты должен знать, что потом что-то твое будет пришельцы в чужой стране и будут их угнетать и прорабощать, там будут их прорабощать и угнетать 400 лет. Если просто читать поверхностно, читать этот пасок, то получается, что пребывание еврейского народа было запрограммировано, так было заложено, что еврейский народ должен пребывать в египетском рабстве 400 лет. С другой стороны, сказано в конце главы, в конце недельного раздела Бешалах, что умышабный Исраэль Беретсмит-Райм и проживание еврейского народа в стране египетской 430 лет. 400-430, не так уж страшно расхождение всего лишь 30 лет, но тоже как-то неприятно. Из того, что мы можем подсчитать здесь годы жизни працев, то не получится ни 400, ни 430 никак при всем желании, потому что Леви был из тех, кто пришел в Египет. И пришел он, не будучи новорожденным, он пришел уже, будучи почтенным старцем, вместе с Яковом, когда он пришел в Египет. У Леви рождается сын Кеат, у него рождается сын Амрам, а у Амрама рождается Мушеф. Что касается Мушефа, мы знаем точно его возраст, какого возраста он был, когда он вышел из Египта. Ему было 80 лет. Если мы прибавим сюда, к 80 этим годам, прибавим срок жизни, годы жизни его отца Амрама. Амрам жил 137 лет. 80-137, мы получаем 217. При всем желании никак не 400. Это правда. Есть еще годы жизни перед этим, годы жизни Кеата. То же сколько? 133 года. Но ведь понятно, что даже если и мы их сюда прибавим, опять же на 400 мы никак, никак, никак не набираем. Что означает? Не нужно забывать, что ведь на самом деле эти годы накладываются. Это же не может быть так, что Кеат, у него родился сын Амрам в последний год его жизни. Он родился не в последний год его жизни. Он родился где-то в начале его жизни. Поэтому очевидно, что 400 лет в Египте никак, никак не могли прожить. Так пишет Раши. «Почитав это, мы убедимся, что слова Писания о месте проживания сынов Израиля 400 лет сказаны не только о Египте». То есть это подтверждение того, как объясняет Седер-Улам, мишнаитский источник Седер-Улам, как объясняет весь этот посуд, то, что сказано было Аврааму, что евреи будут пришельцами в чужой стране, не имеется в виду в Египте, имеется в виду, что евреи будут пришельцами в чужих странах, потом, после этого будет ещё одна стадия – порабощение, а после этого третья стадия угнетения – всего вместе 400 лет. А не 400 лет в Египте. Ведь Кеат был одним из тех, кто перезелился в Египет. «Почитай все годы его жизни. Годы Амрама – 133, 137, плюс ещё 80. При всём желании не получишь 400 лет. Всех этих лет не достаёт до 400. А ведь много лет жизни отцов и детей перекрывают друг друга. Значит, очевидно, что было здесь всего лишь… Что в Египте были намного меньше времени, а из этих 400 лет нужно отложить ещё время, которое были в других странах. Как быть ещё с тем, что 430 лет сказано? Это уже как бы… Ну, это известно, что 30 лет ещё добавляются на рождение Ицхака. То есть, Брит бен Абитарим, то самое обещание Аврааму, что у него будут потомки, эти потомки будут потом в земле чужой и так далее, то это было сказано, когда Аврааму было 70 лет, а само проживание в чужой земле в качестве пришельцев, оно начинается только с рождения потомства, когда у Авраама появляется потомство, когда ему было 100 лет и когда родился Ицхак. Стало быть, то, что сказано там 430 лет, имеется в виду со времени, когда Тора, со времени, когда было дано это обещание, с Брит бен Абитарим, до исхода из Египта, 430 лет, а со времени начала проживания потомков Авраама в чужой земле, то есть, с рождения Ицхака до исхода из Египта, 400 лет. Так мы восстанавливаем всю хронологию. Поскольку Авраам родился в 1948 году от сотворения мира, ему было 100 лет, когда родился Ицхак, мы получаем 2048 год, плюс 400 лет, о которых здесь сказано, все время от рождения Ицхака до исхода из Египта 400 лет, таким образом мы получаем дату исхода из Египта 2448 год от сотворения мира или 1312 год до так называемой новой эры для тех, кто привык к тому самому летоисчислению. Обратим внимание еще на одну важную деталь. Рабство не началось до тех пор, пока были живы еще сыны Яакова. Прорабощение началось только с их смертью. Почему это так? Случайно ли это? Не случайно, конечно. То, что было предопределено еврейскому народу, это быть в галуте. Галут – ненормальное состояние, в котором человек не находится ни на том месте, где он должен быть, ни в том состоянии, в котором он должен быть. Но понятно, что эта вещь может… Она зависит от восприятия человека. Человек, который, может быть, нам кажется, что объективно он оказался не на своем месте, но ему вполне хорошо, ему вполне комфортно. Он воспринимает вроде как все нормально. Тогда галут своей цели не достигает. Берется в виду, что человек, который находится в том месте, где не в своем месте, он не находится в нормальном для него состоянии, и он это так воспринимает. Так вот, когда еврейский народ пришел в Египет, он четко знал, что они не на своем месте, они в галуте. Но это было, пока еще были живы сыновья Якова, те, которые не родились в Египте, те, которые прожили большую часть своей жизни за пределами Египта. Они еще связывали их потомков, вот эти патриархи, родоначальники колен, они связывали их потомков с Эрцисраэль, с землей Израиля, с нормальным состоянием еврейского народа. Но когда они умерли, новое поколение, которое выросло, а некоторые уже и родились в Египте, они-то уже чувствовали себя на своем месте. Они уже не чувствовали себя изгранниками. Наоборот, если бы мы сейчас сказали, что им нужно будет оказаться в Эрцисраэль, они бы начали разговор об эмиграции в Эрцисраэль, поскольку они-то себя уже воспринимали как египтяне, они уже на своем месте. А где же Галут? Это не Галут. Тогда пришлось им напомнить, что они на своем месте. И восстал новый царь над Египтом, и начал закручивать гайки, и их начали порабощать, и дальше, и дальше, и дальше. Вот тогда они уже почувствовали, что они в Галуте. Но пока были живы их отцы, родоначальники колен, не нужно было никакого рабства, не нужно было никакого проабощения, через них они совершенно четко ощущали. Это вот пуповина, народоначальники колен, сыновья Якова, они были той пуповиной, которая связывала их с страной Израиля. Когда она прервалась, когда они ушли, пришло новое поколение, то пришлось им напоминать об их голодном состоянии более серьезными методами. Читаем дальше. Итак, это Аарон и Муше, которым Бог сказал, вы видите сынов Израиля из Египта по их воинствам. Это они говорили с фараоном, царем Египта, чтобы вывести сынов Израиля из Египта. Они, Муше и Аарон. И было. В день, когда Бог говорил с Муше в земле Египта, Бог сказал Муше так, «Я Господь, скажи фараону, царю Египта, все, что я говорю тебе». А что рассказать-то? А что Всевышний ему сказал? Он сказал ему всего лишь только два слова. Они, Ашем, я Господь. Так это нужно было прийти к фараону и сказать, «Ваше величество, Бог вам передал, что он Бог». И все. Что за послание здесь фараону? Читаем дальше. «Тогда Муше сказал Богу, ведь якостно язычен, как же фараон послушается меня?» Снова. Опять. В третий раз выплывает то же самое утверждение Муше якостно язычен. Но об этом уже говорили, и Всевышний уже это слышал, и он уже не согласился с этим, и он уже присоединил к нему Аарона тем самым вопрос решён. Зачем уже снова, зачем снова упоминается весь этот спор? Что Всевышний, кстати, сейчас отвечает? На это Бог сказал Муше, «Вот я поставил тебя Богом для фараона, а твой брат Аарон будет твоим пророком». Ничего себе. Как это так, я поставил тебя Богом для фараона? Как понимать такие вещи? Раши, правда, на этот последний вопрос отвечает так. Слово «Бог», то есть «Элюим», оно означает прежде всего «судья». И именно так его следует здесь понимать. То есть, «Я поставил тебя судьёй и карателем фараону». Иными словами, тебе то, что сейчас начнут сыпаться макот, удары на Египет и на фараона, это расплата за его грехи. И тем, кто будет его наказывать, то есть, судьёй, который даст ему это наказание, который реализует, будешь ты, я тебе назначил». Понятно, при всём при том, всё-таки, даже если это имеется в виду, но уж выражение слишком-слишком сильное и слишком-слишком непринятое. Ведь в самом простом виде оно так и читается, «Я поставил тебя Богом для фараона». Как это понимать? Это центральная тема всего этого отрывка «Ани-Яшем». Я – Бог. Я – Бог. Мы говорили здесь очень много об именах Бога и объясняли, что имена Бога, в отличие от имён людей, они не означают Его сущность, они означают определённые формы управления миром. И довольно подробно мы объясняли в самом начале главы, «Чем отличается управление мира по принципу Кель-Шакай, имя Бога, которое стоит из букв Шин, Далит и Ют, от управления по принципу Ют-Кей-Вавкей, четырёхбуквенное имя, и вот очень подробно это объясняли. Здесь выходит ещё одно, третье имя – Элоки. Есть Ют-Кей-Вавкей, есть Элоки. Вот здесь нужно Всевышний говорит, «Мушей, ты отправься к фараону и скажи ему, я Ют-Кей-Вавкей, то самое четырёхбуквенное имя, то есть сообщи ему это четырёхбуквенное имя». Вот в этом сообщении фараон. А в чём это сообщение фараон? В некоторых книгах сказано, что в действительности фараон знал имя Бога, Элоки, оно было ему известно, но имя Ют-Кей-Вавкей не знал и не признавал. То есть, когда фараон в самый первый раз, на самой первой аудиенции Мушей-Арон пришли к нему и попросили его особо отпустить евреев, чтобы они пошли в пустыню и совершили там праздник Богу, тогда фараон сказал, «Кто такой Бог, чтобы я слушался его имени?» Так вот, это он спрашивает именно по поводу четырёхбуквенного имени Ют-Кей-Вавкей. Кто такой Ют-Кей-Вавкей, чтобы я его вообще слушался? Гуля, кудрец, это не то, что он вообще не знал. Нет, имя Елокима ему было известно. Про имя Елокима он не стал бы спрашивать, кто это такой, чтобы я его слушался. Оно ему было известно. Сказали, откуда оно ему было известно, если это вообще всё означает? Потому что с тех пор, как Йосеф пришёл в Египет, и люди могли видеть его совершенно поразительную карьеру, поразительный взлёт, который он произвёл. И самое главное, что его отличало, это то, что всегда на устах у него было имя Бога, это можно посмотреть действительно по тексту. И с фараоном самая первая встреча с фараоном, когда фараон его вызывает для того, чтобы тот ему разгадал сон, то Йосеф ему говорит, фараон ему говорит, «Я слышал про тебя, что ты умеешь разгадывать с ней, я ничего не умею, если Бог не скажет, тогда…» И так на каждой практической фразе постоянное упоминание имени Всевышнего. Так что, что касается имени Илуким, в Египте оно было известно. Понятно, что это тот, кто… Тот, кто… Само слово Илуким означает не только судья, как Раши дальше комментирует, но у него есть… А его основное это значение не это. А Илуким – это средоточие всех сил. Корень Алифламид означает сила. Илуким – это обладатель сил, средоточие сил. Такой подход фараону понятие. То есть, кто такой Бог, обладатель сил? В современном сленге сказали бы «крутой». А почему тогда фараон отказывается подчиниться ему? Потому что силы-то разные бывают. Да, есть Бог Израилев. Это тот, который помог Иосефу стать фаворитом фараона, тот, кто помог, тот, кто спас страну Египта от голода во времена Иосефа и потом, когда пришел Яков. Все это понятно, да, действительно. Но Египту тоже есть что сказать. У Египта тоже есть боги свои, свои силы есть. Нил бог, и Омон раб бог, и сам фараон он тоже бог, ему тоже есть что сказать. Более того, наши египетские боги на самом деле сильнее. Почему? А кто кен правит? Евреи египтянами или египтяне евреями? По-моему, в последнее время в основном так египтяне евреями. Значит, кто сильнее? Значит, наши боги сильнее. Поэтому если уже говорить на уровне этого, то чего он не знал ютка и вавкей. Что такое имя бога ютка и вавкей, четырехбуквенное имя бога, мы объясняли, что это не вопрос о силе, это не тот, кто обладатель сил, а это тот, кто меаве коль ове, тот, кто осуществляет все существующее, тот, кто эйм от мельвадо. На этом уровне понимается нет никого, кроме него, нет никаких обладателей сил, никаких сил в мире нет. Если у кого-то есть какая-то сила, то потому, что Всевышний дает ему эту силу, как если перед нами будет какая-нибудь кукла в виде какого-нибудь монстра, а сзади будет стоять человек и будет надувать ее компрессором или насосом. А эта кукла ужасно выглядит, ужасающе. Да, слушай, наверное, кто-то ее просто сзади надувает, вот и все, поэтому она так выглядит. На самом деле нет больше никого, кроме него. Это фараон не понимает и не воспринимает. В его голову язычника подобное не входит. И не может он с этим согласиться, поэтому он говорит, а кто такой чтобы я его слышал? Я бы такое не слышал. Про я слышал, да, пожалуйста, да, у вас Бог есть, у нас тоже есть Бог. У вас один, наших много, а они сильнее к тому же, поэтому мы еще помиряемся с силами. Поэтому не отказывается отпустить евреев, и с этим Всевышний отпускает его, с этим Всевышний посылает сейчас Муши. Иди скажи фараону Ани Ашем, Я Юткей Вавкей, мы будем с тобой говорить не на уровне Элюин, не на уровне сил помириться кто, а то, что сейчас произойдет, увидишь, что никаких сил больше, никаких сил больше нет, никого и ничего больше абсолютно. Есть только один, кто управляет всем, есть только один, кто создал все, один, кто осуществляет все, один, кто управляет всем. Это ты сейчас увидишь. С этим, вот именно с этим, это центральный мотив, именно с этим иди к фараону, и это то, что ты ему скажешь. Понятно теперь, почему дальше говорится, что я, как там говорится, да, Муши снова начинает говорить о том, что он косноязычен, он не может выполнить это. То есть, поскольку это требует подобного рода сообщения, оно совсем-совсем непростое, то Всевышнему хотелось бы, чтобы Муши передал это, а не Арон. Хотя до этого он уже еще в Синайской пустыне согласился, а Арон будет вместе с тобой. И несколькими стихами выше еще раз он подчеркнул, да, Арон, но вот это вот сообщение, а не Ашем, я, Ютка и Вавкей, это ты должен сказать, Муше, Арон для этого не подходит, он слишком мягкий человек, он не для этого. Муше снова возвращается к своим претензиям, но я, если я без Арона, я же косноязычен, как я тогда могу ему все это передать? А что Всевышний говорит ему, на это Бог сказал Муше, я поставил тебя Богом для фараона. Что такое Богом? Именно упомянув здесь слово Элюин. То есть фараон, что он понимает? Он понимает что-нибудь кроме силы? Нет, ничего кроме силы он не понимает. Силу он понимает, уважает. Перед силой он готов смириться спасать. Все, что не сила, если ему говорят, ты должен подчиниться воле того, кто создал мир, создал тебя, он тебя кормит, кто он такой, чтобы я его вообще слушался? Но если ему скажут, здесь есть один крутой, который может тебе по голове, это другой разговор, конечно. Если перед силой, тогда другой разговор, если он сильнее меня, я подчинюсь. И это то, что Всевышний говорит Муше, я тебя поставил Богом для фараона, то есть сильным, обладателем сил. Ты с ним померяешься силой. И он тебя в конечном итоге послушает, не потому, что ты такой речистый, не потому, что ты такой оратор, а потому, что ты ему силу проявишь. А силу, силу он уважает, перед силой он способен. Идем дальше. Ты будешь говорить все, что я прикажу тебе, а Аарон, твой брат, скажет фараону, чтобы он отпустил сынов Израиля из своей страны. То есть, это не то, что ты будешь ему только нашептывать, нет, ты скажешь, а он это повторит. Это означает, слово говорит Раший пророком, Аарон будет твоим пророком, что такое пророком. Упоминание слова пророк тоже здесь довольно странно. Пророк – это человек по определению, который общается с Богом, человек, имеющий близкий контакт с Богом. Как тогда это понять по отношению корону, я поставил корону, я поставил тебя Богом для фараона, а твой брат Аарон будет тебе пророком. Раша объясняет, что слово пророк следует понимать здесь как толмач, как глашатый. То есть, мы не говорим здесь о самом понятии, что есть пророк, мы говорим здесь о значении слова нави, а понимать его здесь это слово навязно следует именно как тот, кто возвещает, тот, кто оглашает, сегодня бы сказали, озвучивает слова, как это сказано в арамейском переводе Ункилуса. Ункилус переводит здесь, что Аарон будет твоим Метургиманом. Что такое Метургиман? Метургиманом в ешивах времен Ункилуса 2000 лет тому назад назывался человек, который обладал зычным голосом, ведь тогда, когда собирались большие массы людей на уроки, чтобы слушать лекции по Аллахе, по закону, микрофонов-то тогда не было, при помощи которых нужно было усиливать звук. А как же тогда был? Тот, кто говорил в урок, а это часто был уже почтенный старец, не обладавший к тому же жилизычным голосом, он призывал к себе одного человека, одного из учеников, у которого, помимо его многих способностей, способности быстро схватывать на лицо то, что ему говорится, и понимать это, у него должна была быть еще одна способность, громкий язычный голос. И тогда Рав ему на ухо нашептывал какую-то Аллаху, а тот уже его во весь голос возвещал другим. Вот такой человек назывался Метургиман. Это в современном иврите переделали, сделали Метургиман переводчиком с одного языка на другой. Но это современный сленг, а в оригинале Метургиман это именно глашатый, тот, кто оглашает, возвещает народу, сказанный учителем. И именно так Онкелос объясняет здесь это слово нави, пророк. То есть, то, что Аурон будет пророком, имеется в виду, он будет Метургиман. И везде в Писании слово пророчество означает именно провозглашение, произнесение обличений народу. То есть, по сути дела, вряд ли Раши будет спорить, что по сути дела пророк это тот, кто имеет вот этот близкий контакт с Богом. Но значение слова пророка оно другое. Это тот, кто обличает людей, это тот, кто бросает гневные обличения либо царю, либо всему обществу, всему народу. Именно так слово пророк оно вошло и в европейские языки, и в европейскую культуру тоже. Утверждение Раши, что значение самого слова оно по всему Танаху именно такое. Человек, который возглашает, провозглашает бросает обвинение и так далее. Смысл этого в чем, что Всевышний, конечно, это не суть пророка, но Всевышний, когда он хотел передать что-то людям, то он пользовался услугами пророков, пользовался теми, кто имел с ним близкий контакт. Им он говорил. В этом суть явления пророчества. А уже по отношению к людям, люди-то не знают о том контакте и не понимают ничего в том контакте, который есть у пророка со Всевышним. Но что они знают и понимают, что пророк с ними говорит. Он их ругает, он их обличает, он их обвиняет в грехах, он призывает их к другой жизни и так далее. Поэтому то же самое здесь. Муше будет говорить, а тот, кто будет возвещать и оглашать речи Муше фараону, будет арун. Правда, только не следует понимать это объяснение буквально, что Муше Аарону, а Аарон уже говорил это вслух фараону. Это не так было, потому что стих-то что говорит? Ты будешь говорить все, что я прикажу тебе, а Аарон твой брат скажет фараону. То есть, Аарон будет только повторять это фараону. В другом стиле. Но прежде всего, вот эти самые главные, то, что Муше должен сказать фараону, скажи, то, что было сказано, скажи фараону, я, бог, я, они, Ашем, это Муше-Рабейн должен сказать. Аарон это повторит хорошо, но эти слова должен сказать Муше. Ну, и что же будет с фараоном, когда он услышит эти слова? Будет говорить Тора дальше, это уже седьмая глава, третий стих, а я сделаю твердым сердце фараона и умножу свои знаки и свои знамения в земле Египта. Но фараон не послушается вас, пока я не наложу свою руку на Египет и выведу свои воинства, свой народ сынов Израиля из Египта великими карами. И узнают египтяне, что я бог, когда я протяну свою руку над Египтом и выведу сынов Израиля из их среды. И сделали Муше-Рабейн так, как повелел их бог, так они и сделали. Муше был 80 лет, а Аарону было 83 года, когда они говорили с фараоном. Вот этим заканчивается предисловие к основному содержанию раздела Вайра, основное содержание это уже Макот-Мицраем, удары, которые посыпались на Египет. Дальше Тора начинает уже описывать, разъяснять все эти удары один за другим. Здесь есть один стих, который вызвал очень известную полемику. Всевышний сообщает «Я сделаю твердым сердце фараона и умножу свои знаки, свои знамения в земле Египта». на самом простом уровне понимания, что это означает, что то, что фараон так упрямо раз за разом с невероятным упрямством отказывался отпустить евреев, это не результат его личного решения, а Всевышний здесь вмешался, то есть он повлиял на решение фараона, сделав твердым его сердце и в результате фараон каждый раз отказывался. Понятно, если так, то вопрос напрашивается сам собой, а за что тогда фараон наказан? Если это не его решение, если Всевышний повлиял на его решение и невероятное упорство и упрямство фараона происходило здесь свыше, то чем он тогда виноват? То есть, другими словами, сказанное здесь сталкивается с очень известным принципом, это краеугольный камень, на котором стоит все здание Тора и все здание иудаизма, это свобода выбора. Как же объясняют этот стих комментаторы? Прежде всего познакомимся с комментарием Раши. Пишет Раши так. «А я сделаю твердым, поскольку он злодействовал и восставал, бунтовал против меня. А мне ясно, что народы мира не способны чистосердечно раскаяться. Стоит ожесточить сердце фараона для того, чтобы на него обрушились мои знамения и казни. Таким образом, все народы узнают о моем могуществе». Как это вместе все понять? «Поскольку он злодействовал, поскольку он бунтовал, то что? После этого можно сказать, поскольку он бунтовал, еще полагается наказание. Правда? Вдруг Раши говорит, «А мне ясно, что народы мира не способны чистосердечно раскаяться». То не очень понятно, что это значит. Не способны чистосердечно раскаяться? А что, когда человек, если он относится к народам мира, не относится к еврейскому народу, и если он говорит, «Извините, пожалуйста, я сожалею за то, что я сделал». Имеется в виду, что он не чистосердечно? Это раскаяние не чистосердечно? Откуда этот ответ? А это все так? Это понимаете? Поэтому стоит ожесточить сердце фараона для того, чтобы на него обрушились мои знамения и казни. Таким образом все народы узнают о моем могуществе. То есть, если он сразу отпустит евреев, а как же я продемонстрирую свое могущество? У меня здесь есть целый ряд, целый 10 сеансов демонстрации могущества. Так если он сразу сдастся, сразу отпустит, а что же будет с моей демонстрацией могущества? А это как сюда входит? Слова Раши явно непонятны, они требуют объяснения, потому что если их просто прочитать так поверхностно, то получается набор фраз не очень связанных друг с другом. Что же Раши имеет в виду? Прежде всего, самое важное, самое главное, поскольку он злодействовал и восставал против меня, ему полагается наказание. То есть 10 вот этих казней египетских, эти 10 ударов по Египту фараон заслужил всей предыдущей своей карьеры. Все, что он делал до сих пор, жестокое порабощение еврейского народа, ни в чем абсолютно не повинных людей, угнетение со всеми ужасными дополнительными описаниями, с бросанием детей в реку, с замурованием детей в бетонные столбы и так далее. Все это, за все это ему полагается наказание, и наказание очень-очень серьезно. Ну, если полагается, то пусть он его получает. Да, но есть одна проблема. Как только он начнет получать наказание, он тоже скажет, ой, извините, я не хотел, я очень раскаиваюсь, я больше так не буду, и я очень-очень ужасно сожалею в том, что он все, что делал, я согрешил и покаяться. И что? Это плохо. Почему плохо? Потому что раскаяние это будет не чистосердечное. И если не будет чистосердечного раскаяния, значит, наказание это он заслужил, и он не должен его избежать. Но поскольку внешне это будет выглядеть как раскаяние, то то, что на него будут продолжать сыпаться удары, то, что наказание он будет продолжать получать, выйдет из этого хилуль-шем, профанация имени Бога. Люди скажут, вот как же так? Неповинного человека, который так раскаялся и так такие горючие слезы льет и так сожалеет о содеянном, а его так бьют по голове. За что же его? Ведь по идее тот, кто раскаивается, тот, кто сожалеет о содеянном, его же должны прожалеть, его же должны простить. А кто сказал, что это будет именно так? А может быть, он раскаивается чистосердечно? Нет. А мне ясно, что народы мира неспособны чистосердечно раскаяться. Что значит неспособны чистосердечно раскаяться? Имеется в виду следующий. Конечно же, человек, которого наказывают и его бьют за содеянное, и он просит прощения, разве это не чистосердечно? Конечно, не чистосердечно. Просить прощения? Да, чтобы не наказать. Очевидно. Более того, если такой человек, которого сейчас бьют за содеянное и он обещает, я больше так не буду, Да и все мы, когда были детьми, и родители грозили нам наказанием за что-то содеянным, и все совершенно чистосердечно обещали, что больше мы так не будем. Другое дело, мы не всегда этого поняли, но это уже другой разговор, но обещание-то было чистосердечно, да. Но это не то, что называется тшува. Раскаяние тшува – это означает такое, такое, такое сожаление о содеянном, которое исправляет прошлое, которое исправляет содеянное. На это ни фараон, ни подобные ему люди не способны. То есть под влиянием наказания, под влиянием постигшей беды отказаться с сегодняшнего дня, как мы сами обещали своим родителям, что с завтрашнего дня я буду хорошей мальчиком, конечно, с завтрашнего дня. А что до сих пор? До сих пор я был нехорошим мальчиком, до сих пор я себя плохо вел. Ну и что? А наказание оно за что? Наказание же оно не за будущее, наказание там за прошлое. Поэтому то, что ты будешь с завтрашнего дня хорошим мальчиком – замечательно. Но за то, что ты до сих пор был гадким мальчишкой, и за то, что ты до сих пор наделал гадости, за это должно прийти наказание. Это наказание – естественный, совершенно естественный результат содеянных человеком поступков. Если человек съел какую-нибудь гадость, мама его предупреждала, не ешь это, а он всё равно съел, а теперь у него болит живот. Ну, конечно, он пообещает, мамочка, больше я этого есть не буду. Очень здорово. Но только сделай так, чтобы живот не болел. Живот, он, естественно, болит, потому что съел, съел. Нет, на будущее ты не будешь это ехать. На будущее не будешь ехать, живот не будет болеть. Но пока ты съел, съел, и эта гадость там у тебя. А ты из гадости нужно избавиться, пробывание желудка нужно. А если не пробывает желудка, то она там гадость. Поэтому живот будет болеть, тошнеть будет, ещё хуже будет, конечно. То же самое здесь. Так фараон будет сожалеть, он скажет, я больше так не буду, я теперь буду справедливым и добрым повелителем, властителем. Замечательно. А за прошлое, за прошлое полагается наказание. Значит, его вот это вот как бы раскаяние на будущее, оно не может отменить наказание. Значит, наказание он должен получить, и все удары должны на него посыпаться. Но люди-то вокруг, они же этого не понимают. Они же видят, что фараон горючие слёзы льёт и бьёт себя в грудь и рвёт на себя волосы, и обещает всем гражданские свободы, и обещает освобождение из рабства, и обещает, а за что же его тогда бьют, за что, чем он служил, где же Божья справедливость. Поэтому будет плохо. Поэтому, говорит Всевышний, мне нежелательно, чтобы он сразу вот так вот раскаялся. Поэтому мне бы желательно, чтобы было по-другому. «Стоит ожесточить сердце фараона для того, чтобы не был Хилуляше, для того, чтобы на него обрушились мои знамения и казни. За что казнь? За его предыдущее поведение, то, что он заслужил, поскольку он злодействовал и выставал против меня. Таким образом, все народы узнают о моём могуществе». А это уже, это не первая цель. Первая цель, чтобы было наказание за то, что он до сих пор делал, и чтобы это наказание не повлекло осквернение имени Бога, Хилуляшем. Плюс к тому, можно из этого извлечь дополнительную ценность, дополнительную цель. Какую? Что все народы узнают о моём могуществе. И так, действительно, это ещё один уровень, ещё один способ управления миром. Так поступает Всевышний, обычно. Он посылает бедствие народам мира с тем, чтобы народ Израиля слышал и трепетал. Бьют одного. За что его бьют? За то, что он надел гадости. А другие услышат про это наказание и будут трепетать. Это не значит, что будут бить невинного, чтобы другие боялись. Бей своих, другие бояться будут. Нет. Бить будут того, кому полагается по бою. Но то, что это будет происходить так, что все увидят, в результате будет ещё дополнительная ценность. Он посылает бедствие народам мира с тем, чтобы народ Израиля слышал и трепетал, как сказано «Я уничтожил народы, опустили их края, и я сказал, теперь уже будешь страшиться меня». Это обращение Всевышнего к еврейскому народу. Ты, Израиль, будешь страшиться меня, усвоишь урок на основе того, что я побил других за то, что им полагалось. Ты об этом услышал, извлечёшь урок. И всё же, при всём при том, что Всевышний, в общем-то, с самого начала мог бы с самого первого раза уже ожесточить сердце фараона с тем, чтобы он прямо отказывался и говорил «нет, нет, нет, нет». Вместе с тем Всевышний всё-таки дал ему фору. Первые пять раз он не вмешивался в его решение. И всё же о пяти первых казнях не сказано, и Всевышний ожесточил сердце фараона. И лишь ожесточилось сердце фараона. Сам он это делал, и только начиная с шестой Всевышний уже не даёт ему возможность пойти назад. Так объясняет Раши вот этот вот самый пасук, так объясняет Раши отягочение сердца фараона. Раши не единственный, кто занимается этим вопросом. Кстати, куда более известен ответ Рамбома на этот вопрос, но его мы уже рассмотрим на следующем уроке.